Подделка и незаконный оборот промышленной продукции. Это вредит и потребителям, и экономике в целом. Какие меры необходимо предпринять для защиты, обсуждали на заседании комиссии под руководством главы Чуваши и Михаила Игнатьева. По оценке Минпромторга России, объем контрафакта на рынке страны достигает 30%. Больше всего подделывают алкогольную продукцию. В результате проделанной работы в текущем году пресечена деятельность организованной преступной группы, лидеры и активные участники которой организовали на территории города Чебокса незаконное производство алкогольной продукции и ее последующую реализацию в розничные магазины и питейные заведения. В подпольном цеху и складских помещений у членов ОПГ, начитывающих 12 человек, изъяли 4700 литров алкоголя, маркированного поддельными федеральными специальными марками и оборудованием для их производства. За 8 месяцев текущего года министерством выявлено 98 преступлений. Сотрудники МВД также борются с поддельными лекарствами, одеждой, обувью. Подобную работу проводят и республиканские ведомства. В Минстрое, к примеру, проверяют строительные материалы. При необходимости, соответственно, выполняется контрольное измерение и испытание материалов. В ходе проведения проверок появляется и наличие и содержание сопроводительных документов поставщиков-производителей, подтверждающих качество применяемых строительных материалов. В 2017 году, соответственно, незаконный оборот продукции, строительных материалов на территории Чебокса республики Минстрое Чебокса не выявлено. Соответственно, данная работа будет продолжена. Профилактическую работу проводят общественные организации, собрания и круглые столы. Глава Чувашии подчеркнул, необходимо работать комплексно и сообща. Надо защищать рукава и поте лица работать просто. Иначе мы будем иметь другие последствия. Мы наводим порядок и будем наводить порядок. Мы обязаны это делать, но, по крайней мере, скорректировать свою управленческую команду на результативную работу в борьбе с контрфактной продукцией. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.